Сейчас, когда ты смотришь это видеопревью, Клайв Баркерс Джерика уже лежит на прилавках магазина. Ну а наш рассказ посвящен демо-версии. И знаешь, еще до выхода игры мы можем с уверенностью сказать, что проект получился крайне любопытным. Да, Джерика не идеальный шутер, и тем не менее, достоинств у него хватает. До выхода демо-версии мы немного волновались, не получим ли банальный клон Пейнкиллер. Было такое впечатление после просмотра некоторых роликов игры. Но нет, у Джерика есть собственное лицо. Паранормальный шутер создавался при активной поддержке Клайва Баркера, и фирменный стиль мастера жанра ужасов явно просматривается. Так многие монстры словно перешли в игру из хоррор-серии «Восставший из ада». Все увиденные чудовища крайне омерзительны. Похоже, художники черпали вдохновение, рассматривая куски свинины на столе мясника. В визуальном плане Джерика очень хороша. Картинка получилась смачной, от изобилия спецэффектов ребит в глазах, камера выбирает удачные кинематографичные ракурсы, да и на монстров не пожалели полигонов. Вот только с бликами разработчики переборщили, но это, кажется, проблема большинства нынешних игр. И еще одно немаловажное примечание — игра отлично оптимизирована и не тормозит на компьютерах средней конфигурации. Демо-версия проходится минут за десять, поэтому трудно делать какие-то выводы. Понятно только, что передохнуть нам не дадут. Живые мертвецы лезут отовсюду и так и норовят подстрелить героев из арбалетов или порубить мечами. Стрельба не стихает ни на минуту. В демке представлены три персонажа, и за каждого можно и нужно поиграть. Переключаться между ними разрешено в любой момент. У каждого свое оружие и специальные навыки. Один герой владеет пирокинезом и запросто превращает врагов в ходячие факелы. Дама-снайперша не понаслышке знает, что такое телекинез и способна расчистить проход заваленной грудой камней. Третий персонаж может создавать некую сферу и обездвиживать противников. Чтобы ты не заскучал, геймплей разнообразили интерактивными сценками в духе Фаренгейт. Нажать нужную клавишу вовремя не так просто, как кажется, ведь промедление в долю секунды ведет к немедленной гибели героя. Единственное, чем расстраивает демо-версия Джерико, играть совсем не страшно. От шутера имени Клайва Баркера мы ждали более жуткой атмосферы. Здесь же истребление монстров быстро превращается в рутинную работу и пугаться попросту не успеваешь. Впрочем, уверены, в финальной версии игры будет ни один и ни два момента, когда ты почувствуешь подлинный животный страх. В противном случае Клайву Баркеру пора уходить на пенсию.